На улице 8 марта открылся второй корпус детского сада «Ручеёк». Глава округа Владимир Вжицкий поздравил ребят и их родителей и торжественно перерезал красную ленту. Тему продолжат мои коллеги. Взрослым скажем мы спасибо за подарок детворе. В новом доме так красиво и внутри, и на дворе. И дети, и взрослые не скрывают радости. Спустя два года ожиданий своей двери открыл второй корпус детского сада номер 19. В другом районе жили, на садик тоже был рядом с домом. Потом получили ключи от нового дома и приехали сюда и поставили дочку сюда в очередь. И вот два годика, сыну четыре. И, конечно, уже все вместе. Было поудобнее садиком. Поздравить детей с открытием пришли и выпускники «Ручейка». Миша и Аня Лотковы уже первоклашки. В качестве подарка они подготовили творческий номер. Ребята делятся своими пожеланиями воспитанникам детского сада. Чтобы они хорошо учились, называли. Чтобы у них всегда все получалось. И они были радостные. Ушелись, чтобы воспитатели и мам. Детский сад рассчитан на 220 детей. Здесь девять групп. Из них четыре ясельные. Для ребят с полутора до трех лет. Данная категория особенно пользуется спросом, так как позволяет родителям раньше выйти на работу. Я вам скажу, мы все родом из детства. И понятно, мы формируемся в детстве. Формируемся в отношениях, в контактах. Поэтому это хорошее дело, когда ребенок с детства, он в этом социуме, он общается, он развивается. Он со своими сверстниками. Светлое, просторное помещение оборудовано всем необходимым. Сертифицированная мебель, учебные пособия, игрушки. Здесь есть спортивный зал, столовая, классы для кружков, кабинеты психолога и дефектолога. У нас и музыкальный зал, очень комфортный, с отдельным входом. Это, наверное, единственный детский сад сейчас в округе, который позволяет принять родителей на праздники, не проходя через весь детский сад, а прям с улицы. Отдельный вход. Очень красивая сцена, комфортная мебель также в этом музыкальном зале. В этом году запланировано начало стройки еще одного детского сада в микрорайоне «Самолет». В первом квартале 2023 года он также откроет свои двери маленьким жителям микрорайона. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.